Первая стадия — самодостаточность. Человек чувствует, что ему так хорошо с любви. Вторая стадия — у него появляется обратная реакция. Все его начинают любить. Друзья появляются. Потом всё зависит от вида любви. Например, если он начал любить старших. Любить старших означает любить правительство в том числе. Любить старших означает любить родителей, учиться. Любить старших означает просто старых людей любить. За что? Просто надо понять, что любовь к старшим — это также вид любви к Богу. Если ты любишь старших просто за то, что они старшие, может, они греховные, но старшие, когда ты получаешь это движение вверх, твой статус в обществе начинает расти из-за того, что ты любишь старших. Движение вверх идёт из любви к старшим. Тебе не хватает статуса, у тебя работа низкооплачивая, у тебя не хватает возможности развиваться. Так развитие идёт только вверх, а ты их не любишь. Как туда пойдёшь развиваться? Любовь к старшим — это служение, это бескорыстие, это подвиг. Они плохо себя ведут. Хорошо, неизвестно, как ты будешь себя вести на их месте. Когда человек получает власть, это всегда сильное искушение портит любого человека. Не надо об этом думать, просто уважай тех, кто даёт тебе возможность жить в мире, строит дороги, даёт возможность тебе строить социальные отношения с людьми. Уважай этих людей, даже если ты считаешь, что они делают что-то не так. Тогда в этом случае, если ты их уважаешь, ты получишь высокий статус в обществе. Видите, жизнь человека. Человек живёт в страхе, у него есть потребность иметь статус в обществе, работу там, всё прочее, жену. Но сама эта потребность этого не даёт, она истощает человека, сушит. Силу он получает только от того, что он взрывает в себе это желание так жить и становится смелым в том, чтобы жить бескорыстно, не зависеть от этих вещей. Даже просто улыбаться другим людям на улице, просто улыбаться другим людям на улице — это тоже взрыв и революция. Потому что все люди в основном чем занимаются на улице? Они идут из пункта А в пункт Б. То есть они живут в будущем. Вот когда приду туда, тогда я буду счастлив. Вот когда поем, тогда буду счастлив. Вот когда фильм посмотрю, тогда буду счастлив. Вот когда посплю, тогда буду счастлив. Вот когда на работу приду, буду счастлив. Человек постоянно живёт в будущем. Он не живёт в настоящем, потому что надо взрыв сделать в сознании. Жить в настоящем означает отвлечься от себя и пойти к кому-то сделать доброе что-то. И тогда ты пришел в настоящее время в этот момент. Итак, смотрите, это очень ценное знание. Человек заряжается только в настоящем времени. Если ты постоянно думаешь о будущем, о том, что у тебя будет дальше, ты никогда не заряжаешься. Ты всегда только тратишься и тратишься. И вот это стремление к тому, что счастье должно когда-то прийти, к удаче, стремлению к тому, что у тебя все будет хорошо. Это все истощает человека. Человек должен прямо сейчас стать счастливым. Вот сейчас на лекции, станьте счастливым прямо сейчас. Радуйте знаниям, любите всех вокруг, желайте всем счастья в своем сердце. Кому желаете? Да всем желайте. Не бойтесь, что вы не тому пожелали.